Будем рассматривать генератор трафика iperf, ну потому что он один из самых распространенных и и потому что он внедрен в мини-нет, но там не та версия которую мы хотим использовать Так, какие же наши цели? Наши цели собственно освоить приемы понять как работать с генератором трафика iperf 3. Зачем нам вообще генератор трафика нужен? Ну мы экспериментируем с потоком, чтобы этот поток данных получился нам его нужно откуда-то взять, но откуда мы берем? Мы генерим его с помощью генератора трафика. Соответственно у нас возникают следующие задачи. Мы должны подготовить лабораторный стенд, установить, собственно, необходимое программное обеспечение, подготовить место для лабораторной работы. Дальше мы должны освоить методы и приемы работы с iperf 3. Посмотреть как можно строить графики по результатам. Это мы все делаем в так называемом интерактивном эксперименте, то есть эксперимент, когда вы шаг за шагом что-то выполняете, смотрите как идет, не запоминаете свои действия, а потом, собственно, переходите к воспроизводимому эксперименту. В воспроизводимом эксперименте вы создаете, собственно, скрипт эксперимента, который может запустить любой человек, получить результаты, ну и в конце мы построим графики по этим результатам воспроизводимого эксперимента. Какие у нас основные термины? Вот у нас два основных термина. Полоса пропускания и пропускная способность. Ну, в принципе, конечно, это разные вещи, но очень часто их используют взаимозаменяемо, то есть можно одновременно говорить и пропускную способность, и про полосу пропускания, имея в виду одно и то же. Инструмент Iperf3 Вообще в самом Mininete вмонтирован Iperf2 исполняемый файл Iperf Тут интересная ситуация в том, что ну, формально-то это форк от Iperf2 Iperf3 и он развивается отдельно но оба этих проекта живые они оба развиваются причем немного разными путями ну, наверное, основное преимущество, почему используется Iperf3 у него больше параметров выдается как результат ну и кроме того, удобнее работать с данными для визуализации то есть мы можем экспортировать, а потом визуализировать с ним это удобнее, чем с Iperf2 значит, что у нас тут три протокола только ну, это основные TCP, UDP и более как более новый, тоже древний STP мы можем измерять пропускную способность менять размер MSS МТУ и видеть окно перегрузки UTCP а в UDP мы в результатах кроме того, получаем джиттер задержки пакетов мы потерю пакетов видим ну и кроме того мы можем генерить мультикастовую рассылку трафика чтобы работать с мультикастом ну и в результате мы хотели как-то визуализировать результаты нашей работы для этого мы графики чертим в принципе, там все очень несложно Iperf сохраняет результат в структурном виде ну почему потому что если бы он просто файл с данными шел даже разделенных запятыми все равно это был бы не структурированный файл принято сейчас сохранять данные в каком-то структурированном виде есть несколько форматов структурированных но один из этих JSON он очень простой поэтому, наверное чтобы не думать сохраняется в JSON скрипты для парсинья вы можете написать сами это элементарно но есть вот такой студенческий проект как я понимаю потому что написан не очень хорошо ну в принципе работоспособный у нас две задачи JSON файл перегнать файл для построителя то есть в табличный вид и потом построить с помощью чего-нибудь графика ну через чего например гнуплотом мы можем строить графики ну вот собственно мы плот IPERV вызываем и он строит с помощью сначала парсит JSON файл а потом строит графики но плотовский в PDF и потом мы с ними что-то делаем естественно мы потом сами можем что-то с этими графиками сделать построить что-то свое ну но он заточен под IPERV3 потому что берет именно параметры IPERV3 и строит вот этот набор графиков которые параметры которые IPERV3 выдает ну вот собственно введение все после введения мы должны приступить к созданию стенда введения введения введения